Дагестан сегодня славится не только красивыми видами, вкусной едой и традициями, но и именитыми спортсменами. В республике растут не только будущие чемпионы-вольники, но и пловцы. В Каспийске в здании Республиканского центра образования с 2017 года тренируют целую команду по плаванию, на счету которых уже немало достижений. По словам одного из тренеров, их основная цель – это не просто вырастить выдающихся спортсменов, но и популяризировать данный вид спорта на территории региона. Отметим, что на сегодняшний день плаванием в РЦО занимается около 400 ребят в разных возрастных категориях. Группа у нас есть в утреннее время, в дневное и в вечернее время. У нас сработает два бассейна, 25-метровый большой, там проводят занятия с детьми от 7 лет до 17 лет, и маленький бассейн 15-метровый, там проводят тренировки от 4 лет до 7. Для многих данный вид спорта является инструментом оздоровительного процесса. Ведь зачастую врачи рекомендуют внести плавание в свою обыденную жизнь, и оно поможет избавиться от многих патологий. Многие приходят с проблемами с осанкой, вальгусовой стопа, многие приходят у нас, особенно с детей маленького возраста, в маленький бассейн. Стараемся уделить больше внимания именно на здоровительное плавание, сделать икон, не на спорт, а на здоровье ребенка. Как отмечает педагог, тренировочный процесс с детьми, которые посещают кружок по состоянию здоровья, намного отличается от спортивных. Для них проводятся групповые занятия с наименьшей нагрузкой. Если у ребенка, например, у нас в группе в одной очень много тех, у кого проблемы с осанкой, мы стараемся больше давать ему упражнения на спину, для упрямления ее, плюс работа больше именно на ноги, проблемы зоны детей. По словам тренера Тажиба Алимова, в течение пяти лет им удалось собрать из новичков, пришедшие заниматься плаванием ради хобби, настоящую спортивную и перспективную команду из 35 человек, которая сегодня принесла городу и республике множество побед. Это дети, которые сейчас выступали на чемпионате Дагестана уже третий раз. Дети подросли, им уже некоторым 14 лет. Есть дети 12-13 лет, которые показывают свои результаты. Ездили в Пятигорск на соревнования, достаточно успешно привезли медали, грамоты. Сейчас был чемпионат Дагестана, где мы взяли 30 комплект наград. Есть личные награды, есть победа в эстафете и третье место в эстафете. Но стоит подчеркнуть, что такого результата ребята добились благодаря упорным тренировкам и желанию быть всегда на высоте. Как отмечает тренер, раньше спортивной дисциплине уделялось несколько дней в неделю. Сейчас команда занимается два раза в день, до и после школы. И все ради достижения поставленной цели. Наша цель сейчас выступать на Северо-Кавказском федеральном округе, который проходит в городе Краснодар. В следующем году он также будет проходить. Дальше уже оттуда отбор будет на чемпионат России. И дальше, если все хорошо у нас будет, если мы отбираемся, мы надеемся подготовить детей мирового уровня. Тимофей Мироненко уже около двух лет занимается плаванием. Он изначально пришел сюда, чтобы стать чемпионом и связать свою жизнь с данным видом спорта. В Дагестан я пришел в РЦО где-то два года назад. За это время было много соревнований, очень много. Вначале ничего не получалось. Но тренера в меня верили и в конечном итоге я стал чемпионом Дагестана. Показал довольно хорошие результаты. Но не все когда-то приходили сюда стать чемпионами. Кого-то отправили родители для профилактики здоровья. А сейчас в их списке желаний на первом месте это стать мастером спорта по плаванию. Вот и Муса полюбил этот вид спорта после первого хорошего результата. Я сильно волновался, вообще сразу не начал плавать. Я не умел плавать сначала. И меня долго тренировали. Сколько это было? А времени? Около двух лет. По сей день Каспийская команда по плаванию живет с девизом «Все плывут, а мы летим». Это мотивирует будущих спортсменов быть всегда на высоте и идти к своей цели. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова